вас я рад вас сегодня всех здесь видеть поставьте плюсики если видно мне слышно и начнем прямо сейчас я отправляю вам вот этот файл в котором указаны все эти коды которые мы будем сегодня произносить и здесь несколько слов о том что же сегодня на самом деле будет проходить вот смотрите на этом файле который я вам отправил есть подписи и это подпись допустим рассмотрим первый обряд это все обряды и здесь вот первый объект обряд называется шакьям уни благословление обретения печати и мудрости духовности и здесь если посмотреть на данные коды то видно что код мантра это два слога дальше идет третий слог третий слог это слог действия потому что данный обряд он происходит с определенным действием это когда человек допустим должен там руками создать мудру и что-либо представить таким образом у нас весь этот обряд он очень сложный он запечатан по принципу вот такой информационной кодировки первый обряд я его пробовал сделать от начала до конца это заняло у меня почти полтора часа то есть для того чтобы человек провел вот этот обряд номер один который называется шакьям уни благословления обретение печати и мудрости который по идее связан с благословлением того пространства где он живет он получает защиту обретает везение становится умнее обретает любовь терпение защиту чувств мудру благословления он становится человеком решительным у него появляется тепло внутренне атман появляется мудрость сознание он перестает раздражаться его парс постоянно начинают слышать и слушать появляется материальное благополучие исчезают тяжелые заболевания появляется мудрость появляется четыре элемента материального благополучия появляется поток денег исчезают люди которые завидуют исчезают люди которые хотят сделать зро зло ну и появляется бесконечное везение тотальное веселье и так далее в этом обряде используется порядка 22 мантр они чрезвычайно сложные чрезвычайно такие большие но если читать мантру допустим 108 раз это занимает не менее 12 минут и очень сложно проводится сам обряд ранее у меня была мечта мне бы хотелось дать это ученикам но дать это таким образом чтобы это было более наверное эффективно и более легко использовать но тенденция заключалась в том что я не знал как передавать как передавать образы или как передавать допустим какие-либо движения или как передавать ментальный образ программируя его ну и я в дальнейшем все-таки научился это делать создавать из ментальных образов или из текстов которые есть определенные слога и это выглядит так допустим ну вот допустим начинается это благословение помещения шаг ему нет то есть там объяснено там возжигается палочка там рисуется мандала и так далее вот это возжигается палочка рисуется мандала человек кланяется после этого человек произносит там так ему не там и сказал он и там 100 лотоса вы и благословления благодарения там повинования удивление и так далее это все связано со словом кутире а сама мантра которая потом читается она связана с двумя первыми слова слогами тяу ваух тире таким образом происходит вот что мы весь обряд этот который большой достаточно мы его делаем один раз при этом слово кутире слова тяу ваух тире это как произнесет произнесение одного раза самой мантры и проведение всего обряда целиком понятно таким образом мы это все будем делать и как мы будем это практиковать считается я выбрал для вас самые по моему мнению сладкие обряды эти все обряды они связаны с элементом напрямую или косвенно с элементом который называется благословением что такое благословение благословение это когда человеку хорошо неважно где он живет неважно с кем он живет неважно как он живет но ему становится хорошо и он начинает жить хорошо вот такой элемент благословения он очень помогает человеку изменить отношение к себе в семье изменить свое отношение к окружающим людям семье изменить саму семью изменить доход изменить здоровья ну и так далее и так далее вот таким образом я постарался вычленить четыре основных класса благословений из вот этих огромных просто кусков этой тантры чтобы вы знали в самой тантре находится около 1800 там на самом деле 1897 или 1893 обряда самые сложные самые сладкие и самые просто ну категорически невыполнимые самые нереальные к выполнению для меня всегда считались ну наверное самыми интересными потому что чем сложнее обряд тем больше от него эффект потому что человек трудится и после этого получает должное ну и мне всегда хотелось такие обряды проводить ну и я для себя решил что я буду проводить такие обряды в виде вот таких новых циклов вот таких новых наверно пакетов или вот таких новых методов своих если посмотреть дальше смотрите идет допустим благословения помещения шакьям уни благословения жизни человека шакьям уни для улучшения жизни душу духовной заслуги человека а везде видите идет допустим благословения помещения шакьям уни это три слога потом благословения жизни человека тоже три слога и мы переходим к третьему для улучшения жизни и духовной заслуги человека здесь уже идет не три слова а 4 утара утап у норо йо йо про почему 4 дело в том что здесь дополнительный переход к новому обряду с подготовлением к следующему обряду таким образом новый образ создается для того чтобы дальше можно было читать следующую мантру то есть образ создается для того чтобы прочитать вот эту мантру которая в двух слогах предварительных и в конце два слога это как бы предварительные обряд и заключительный обряд перед началом следующего ну и вот где-то так я постарался это все сделать не знаю поняли вы что-нибудь или нет тем не менее считаю что программа будет у нас интересная сильная и самое приятное что если вы ее будете выполнять даже сегодняшнего дня будет достаточно для того чтобы уже к вечеру ощутить наполнение силами улучшения настроения близкие начнут вам завтра послезавтра говорить о том что у них улучшилось настроение о том что они начали наконец чувствовать себя счастливыми о том что у них появляется хорошее настроение в общем то все улучшится случае если бывает ли ухудшения какие-либо но как правило даже если суждено кому-либо болеть то это заканчивается насморком или если суждено кому-либо сильно болеть то это заканчивается просто одним двумя днями температуры и так далее ну и давайте начнем я рад что вы являетесь моими сподвижниками что вы являетесь теми людьми которые интересуются и хотят заниматься эзотерикой было сказано в этой тантре о том что те люди которые произносят прямо или косвенно или думаю даже об этих обрядах которых я вам которые я вам дам эти люди мгновенно фактически становятся благословенными на небесах а это обозначает что человеку он меньше будет болеть ему будет больше вести он будет лучше у него изменится внутренний мир увеличится элемент его духовности увеличится паранормальные способности увеличится здоровья человек станет более счастливым более везучим и более добрым считается что тот человек который практикует данные заклинания или данные мантры это человек который в дальнейшем обретает на небесах поддержку и так далее еще несколько слов конечно же я своим ученикам обычно этого не рассказываю потому что я считаю что в эзотерику конечно же не стоило бы мне сейчас это говорить но я все-таки скажу понимаю что наш снг 71 не посмотрит огромное количество людей я хочу вам сказать что очень много людей которые нестабильны в своем психическом состоянии и имеют даже определенные психические заболевания будь то шизофрения или психизмы или неврозы или невротические состояния ну и какие-то биполярные или там обсессии или компульсии и так далее очень склонны к том чтобы к тому чтобы искать эзотерику и к тому чтобы в нее погружаться ей собственно заниматься и мне бы хотелось я именно поэтому не объясняю общую такую системную структуру глобальной эзотерики на самом деле глобальная эзотерика устроена необычным образом существует два плана у человека это план астральный из которого выходят духи эти духи становятся мороками оморачивая человека и заставляя его делать то что ему не хочется обычно это появляющийся внутренний голос который начинает ругаться при этом появляющиеся чувства негативные которые человек хочет там использовать и так далее вот эти мороки они обычно возникают у человека который начинает служить богу зла и бог зла он привлекается человеком в тот момент когда он матерится когда он очень огорчается когда он злится когда он не видит радости эти мороки это частое явление это очень часто появляется у человека мороки управляет этим миром есть классы мороков я об этом буду говорить в обновленной седьмой ступени но есть еще другие классы это классы некоторых существ высшего ментального плана которых я называю архатами это дзен это врача на это акаши гарбха это вот такие классы духов которые имеют прямую прямое влияние на вот такие мороки и призывание и работа именно с такими классами я могу сказать что архаты не хотят помогать людям и они не любят людей вот если честно так говорить тем не менее в случае если человек стремится если его душа стремится если его сознание водухотворенное в случае если человек старается в хорошем настроении произносить магические слова которые обращены как раз к тому чтобы человек был или рос морально рос духовно становился добрее служил с целью того чтобы он служил доброму богу или добрым богам и был добрым человеком вот тогда как бы на человека обращает внимание во все вот это в этот обряд я конкретно поставил слога я не буду их указывать потому что считаю что если человеку дать обычному эти слога то он задолбает этих архатов я извиняюсь ну и поэтому я их спрятал и где они находятся я вам не скажу то есть здесь есть обращение напрямую к архатам их есть 14 по моему классов вот 14 классом архатов есть здесь обращение поэтому помимо всего прочего человек который будет в дальнейшем практиковать данные снг может столкнуться с тем что его отпустит его отпустит от злобы от озабоченности от алкоголя от там психов от еще чего-то и вот еще чего-то как определить какой из вас в какой у вас находится морок вас необходимо сфотографировать когда у вас хорошее настроение и после этого сфотографировать когда у вас плохое настроение и отбросив ваше лицо посмотреть на мимические морщины которые у вас появляются так вот мимические морщины они очень часто у всех людей которые испытывают такие негативные или внутренние эмоции будут одинаковыми тем самым можно как все алкоголики друг на друга похоже долгопьющие там женщины допустим и это говорит о том что у этих существ мороков у них очень часто есть одни и те же лица это на самом деле не лица а маски мороков также есть обряды которые выбирает мороков и так далее ну что презентацию я сделал а теперь начнем заниматься